Здравствуйте, еще раз, уважаемые коллеги. Сегодняшняя лекция у нас называется «Выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой». Лектором выступает Борисова Юлия Сергеевна, доктор PhD, ассоциированный профессор Казахского национального аграрного исследовательского университета. Здравствуйте, Юлия Сергеевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, что меня вы хорошо видите, хорошо слышите. Очень приятно, я рада и благодарна за такую возможность участвовать в данном мероприятии и поделиться с вами той информацией, которую мы преподаем для наших студентов. Я являюсь ассоциированным профессором кафедры «Лесные ресурсы и охотоведения», и на нашей кафедре мы готовим студентов по образовательным программам «Лесные ресурсы и лесоводство» и также «Охотоведение и звероводство». Бакалавриат у нас, магистратура и докторантура. И сегодняшняя лекция будет посвящена «Выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой». Цель лекции – сегодня мы с вами изучим способы выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой. И здесь мы рассмотрим с вами 4 вопроса. Это виды посадочного материала, типы емкости для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой, виды субстрата и саму агротехнику. И как вы знаете, наверное, слышали, что существует довольно-таки много вообще видов посадочного материала. Если мы говорим как про садоводство, так и про лесоводство, то у нас посадочный материал делится на следующие виды. И первое, вот вы можете видеть на фотографии, это многоствольные деревья или мультиштамбы. И здесь само за себя название говорит, то есть это деревья с несколькими стволами. Каждый из которых из этих стволов, он начинается не выше 50 сантиметров от уровня почвы. И, конечно, многоствольное дерево у нас должно иметь не менее двух равно развитых ветвей. Следующий вид – это деревья без штамба. То есть это деревья, которые формируются с одним ярко выраженным стволом и равномерно распределенными по его поверхности в соответствии с особенностями вида или сорта пропорциональными боковыми приростами, которые начинаются от самой земли. Если мы говорим про штамбовые деревья, и вот здесь опять же на фотографии представлены различные штамбовые деревья, которые, кстати, в последнее время очень ценятся как в плодоводстве, так и в озеленении и в ансафном дизайне, то это деревья, которые имеют ровный, практически прямой, свободный от ветвей штамб и гармонично развитую крону. Привитые и окулированные штамбовые деревья могут иметь не более чем слабый изгиб вместе с растанием. Привитые и штамбовые деревья могут быть выращены путем прививки в основании подвоя или на необходимой высоте. И таким образом создаются деревья как лиственных пород, плодовых пород и хвойные породы, также в последнее время создаются на штамбе, причем форма кроны может быть и шаровидной, и плакучей, и треугольной также. Следующий вид посадочного материала – это зеленый черенок. Здесь на фотографии тоже он может быть виден, то есть это черенок с листьями, который мы заготавливаем от побега текущего года в течение периода вегетации, то есть в течение активного роста. Также кустарники являются следующим видом посадочного материала. И всем известно, что это древесные растения более чем с тремя неразветвленными ветвями или минимум тремя разветвленными ветвями. Кустарники должны за время произрастания в питомнике пересаживаться и подвергаться формирующей обрезке. Здесь вот на фотографии тоже вы можете видеть представлены различного рода декоративные кустарники, но также и плодовые кустарники мы имеем в виду, когда говорим в целом про кустарники. Следующий вид – это молодые кустарники, которые слабо разветвленные, но уже окрепшие. Молодые кустарники минимум двухлетние. Они могут быть у нас пересаженные или с подрезанной корневой системой. Следующий вид – однолетние привитые деревья. Это деревья, которые получены в результате следующей процедуры. Прививки в корневую шейку, выгонки однолетнего побега, однократной обрезки этого побега на обратный рост на уровне прививки, выгонки нового однолетнего прироста, продолжающего подвой. И вот здесь как раз-таки показаны на фотографии однолетние привитые деревья. Следующий – одревесневший черенок. Это черенок, который взят из вызревшего прироста, находящегося в стадии покоя, обычно в конце сезона, после листопада. Вот тут на данном рисунке представлен одревесневший черенок, который как раз-таки вегетативно можно размножать путем посадки. Вот вы видите, под углом обычно производится посадка данных черенков. Таким образом, также размножаются многие лиственные породы по лесному хозяйству, такие как тополь, ива, и также плодовые растения, таким образом, тоже размножаются вегетативно. Следующий вид посадочного материала – это отпрыск или корневая поросль. Мы его еще называем растение, которое получено из предаточных почек на корнях или корневищах. И вот здесь вот на этом рисунке представлен как раз-таки отпрыск или корневая поросль. Вот тут ясно видно, что от корня образуется новый росток, то есть новое растение. Следующий вид – это отводок. Это отделенная или отрезанная часть исходного растения, которая имеет предаточные корни в своем основании. Небольшая кривизна при этом допускается. И вот тут вы тоже можете видеть, что путем специальных приемов у нас с помощью отводок создаются уже взрослые растения, когда от маточного растения берется ветка, прищипывается, и к специальной опоре мы можем ее присоединить. И таким образом у отводка образуется корневая система, и он у нас уже идет самостоятельным видом посадочного материала. Дальше у нас идут пирамиды. Фотографии я покажу позже. Это некоторые виды или сорта древовидных растений, которые могут быть выращены как пирамиды. Чаще всего эти кусты должны иметь один сильный центральный лидер и минимум три сильных типичных для сорта боковых ответвлений. Следующий вид – это подвои для прививки. Это одно или двухлетние древесные растения, которые размножаются семенами или вегетативно, на которые прививают либо окулируют сортовые формы соответствующих видов. Подвои используются в качестве выносливой основы либо для оказания определенного влияния на габитус сорта. Вот, например, при формировании штамба мы тоже используем подвои. И такие подвои, они могут подразделяться на семенные подвои, на вегетативно размноженные подвои. Как вот мы уже говорили, что семенные подвои, они могут быть, это мы в дальнейшем с вами скажем, как семенцами, так и подрезанными и пересаженными. И отводками они также могут быть. Привои – это уже вегетативные части растений от семенных или вегетативно размноженных древесных растений. Они используются как исходный материал для размножения сортовых древесных растений. И вы знаете, что большинство плодовых деревьев у нас как раз таки развиваются путем прививки, когда привой прививается на подвой. Следующий, 14 вид – это растения для изгородей. И тут деревья и кустарники, которые устойчивы к обрезке из-за особенностей роста, и также они пригодны для формирования изгородей. Здесь также используются различного рода кустарники, которые у нас подвергаются стрижке. И тоже вы могли, вот на следующем слайде давайте посмотрим. Вот растения для изгороди. То есть тут у нас представлена калина декоративно-лиственная, которую мы также с вами можем подрезать, можем формировать различного рода виды. Вот тут вот представлены пирамиды, как раз таки типы правильных пирамид у плодовых деревьев. Далее здесь как раз таки показан принцип прививки, когда разные виды подвое, и уже непосредственно производится привой. И здесь уже представлены также привои для прививки. Вы тоже можете ознакомиться. Следующий вид посадочного материала – это солитер. Солитерное растение. Это отборное, взрослое, хорошо сформированное растение, которое в питомнике мы пересаживаем как минимум трижды. И оно предназначается для одиночной посадки. В питомнике, как вы знаете, существует несколько видов, несколько отделов. Это отделы для сеянцев, отделы для саженцев и школьные отделения. То есть как раз таки солитерные растения у нас уже произрастают в школьном отделении. И также, я думаю, вам известно, что чем больше мы увеличиваем площадь питания для растения, тем больше, конечно, растение произрастает и высоту, и, соответственно, у него развивается корневая система. Молодые растения. Следующий вид посадочного материала – это деревья и кустамики, которые получены из семени или вегетативно размножены. Они предназначены для дальнейшего доращивания в питомнике. Как правило, это одно-двухлетние сеянцы, которые реализуются с открытой корневой системой. Либо с закрытой корневой системой такие растения также можно выращивать. Следующий вид – это сеянцы. Это непересаженные растения из семян, которые имеют только один главный корень. Они могут использоваться как подвой или выращиваться как самостоятельные растения. То есть мы сеянцы от самого названия, мы их получаем из семян. То есть путем высева семян, либо мы высеваем их, как я скажу, в дальнейшем с открытой корневой системой, либо уже на питомническую площадь, где мы получаем сеянцы с открытой корневой системой. Сеянцы пересаженные у нас также есть. Это пересаженные или пикированные однолетние растения. Пикировку, я тоже думаю, что вы уже слышали про такое название. Это когда мы путем отделения главного корня, прищипывания так называемого, мы пересаживаем сеянец, возможно, если закрытая корневая, в другой контейнер или в другое место. Мы увеличиваем площадь питания. Таким образом, у сеянца развивается и корневая система. И когда мы прищипываем верхушечную почку, то у него и боковые ответвления также развиваются. И вот здесь как раз-таки представлены на картинке сеянцы, уже закрытой корневой системой, саженцы плодовых культур и солитерное растение, которое, например, в озеленении, мы можем его использовать на участке как одно растение. То есть ему не нужны дополнительно другие растения. Оно само по себе красивое и как с декоративной листвой в любое время года или же с плодами, если мы говорим с вами о плодовых деревьях, то также это растение, оно очень хорошо смотрится на большой площади. Следующий вид посадочного материала это сеянцы подрезанные. Растение, у которых главный корень был подрезан ниже уровня почвы в посевной грядке. Они имеют те же особенности, что и пересаженные однолетние сеянцы. Укорененный черенок, следующий вид посадочного материала, это однолетние растения из зеленых либо одревесневших черенков с придаточной корневой системой. И последний вид, который мы здесь рассмотрим, это хлысты. Хлысты – это молодые, неразветвленные деревья. Это деревья обычно с одним стволом. Также хлыстами называют побеги однолетние, которые без корней. И обычно с хлыстов заготавливают черенки, то есть для вегетативного размножения. Далее рассмотрим с вами второй вопрос, это типы емкости, как раз-таки для выращивания посадочного материала, закрытой корневой системой. И здесь мы можем использовать и на рынке представлены различные виды емкости. Первое – это торфяные горшочки. То есть у нас вообще в целом виды емкости, они делятся как на большой объемный, так и на малообъемный. Торфоперегнойные горшочки, то есть в данных, если вы будете выращивать в данных горшочках посадочный материал, то вы можете прям высаживать в открытый грунт, не вынимая ком из горшка. Это очень удобно тем, что при пересадке уже на постоянную площадь, где у вас дерево будет произрастать, то есть мы можем тут уже полностью его из горшка не вынимая, потому что торф у нас разлагается со временем. Поэтому вот данный вид контейнеров, емкости, он очень удобен. Также торфоперегнойные горшочки, прессованные горшочки из полиэтилена используются, из глины также используются различного рода горшочки, но тут уже нужно учитывать то, что, например, полиэтилен, он не подлежит разложению. Поэтому здесь, когда вы используете, когда мы с вами пересаживаем уже на лесокультурную площадь или на постоянную площадь, то здесь мы вынимаем данный вид посадочного материала из емкости. Либо же в случае с полиэтиленовыми мешочками мы можем просто разрезать его при пересадке. Также у нас есть стаканчики из бумаги, целлюлозы и картона, пластмассовые стаканчики и гильзы. Вот здесь, кстати, на картинке справа, в правом нижнем углу представлены как раз-таки гильзы, то есть такие удобные довольно-таки емкости для выращивания посадочного материала. И, кстати, закрытой корневой системой можно выращивать не только древесные виды растений, но и кустарники, и хвойные, и лиственные, и также цветочные растения, и овощные культуры, они выращиваются закрытой корневой системой. И в зависимости от материала различают прорастаемые, часто прорастаемые и непрорастаемые емкости. Они существенно отличаются по форме, по высоте, по диаметру и объему. То есть здесь уже емкость мы с вами подбираем в зависимости от того, какой вид растения мы там будем выращивать. Широко применяются емкости, соединенные в блоки, так называемые кассеты. Которые при сжатии имеют вид пакета, и для хранения они очень удобны. Вот мы с вами в дальнейшем посмотрим такую систему выращивания сеянцев, выращивания посадочного материала, как paper pot. Тоже очень удобный вид контейнеров. Далее мы смотрим с вами на типы субстрата, которые мы можем использовать для выращивания закрытой корневой системы. И здесь, конечно же, торф. Он не имеет конкурентов. Это как и низовой торф, так и верховой торф. Вы можете уже приобрести готовый торф, либо если, например, рядышком где-то имеются места, где добывают торф, то есть можно взять его оттуда. Или же, кстати, часто использую для субстрата, в качестве субстрата, обычную землю садовую, но предварительно обязательно и нужно сделать прокаливание, то есть обеззараживание. Не спеша, не спеша. Хорошо. И в качестве примеси в торф мы можем добавить как песок, вермикулит и перлит. Здесь уже в зависимости от различного рода древесных пород мы можем использовать различного рода пропорции, когда мы добавляем к данному субстрату. Еще тоже вы, скорее всего, слышали такой вид выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой. Это гидропоника, когда специальные субстраты тоже они употребляются для того, чтобы вырастить. Также это растение выращивается с закрытой корневой системой, часто для получения овощей, например, овощных культур или для получения зелени тоже уже там практически не используется субстрат, то есть растение находится в воде. Это так называемые жидкие субстраты. И далее мы переходим с вами к агротехнике выращивания уже посадочного материала закрытой корневой системой. И здесь уже мы посмотрим по агротехнике, что, конечно, после того, как мы с вами подготовили субстрат, мы подготовили контейнеры, мы определились с видами растений, которые мы с вами будем выращивать, и в каждую емкость мы высеваем по одному подготовленному прорастанию семечку, а затем мы их расставляем на стеллаже в теплице. В теплице тоже у нас могут быть различного рода конструкции. Это могут быть как пленочные теплицы, как теплицы, покрытые поликарбонатом, также теплицы, которые покрыты стеклом. Кто-то мне здесь рисует. И в зависимости от породы и назначения посадочного материала период выращивания семицы составляет от нескольких месяцев до одного года. Вот здесь вот, например, показано на картинке сеянцы яблони, которые как раз-таки и выращиваются в закрытой корневой системе. Важно очень поддерживать в теплицах, контролировать условия, поддерживать температуру на уровне 25-27 градусов, также поддерживать относительную влажность воздуха 80-85%. Влажность субстрата тоже играет очень важную роль. Она должна быть 65-70% полной влагоемкости. Перед посадкой в открытый грунт семицы должны пройти своевременное закаливание. И также мы с вами обязательно должны учитывать подготовку семян к посеву. Если, например, мы с вами проводим, мы с вами решили, что, например, будем выращивать хвойные древесные породы, вот у нас, например, по городу Алматы очень ценится так называемая голубая ель. То есть, это ель колючая, форма голубая, пицца пунгенс. И чтобы подготовить семена к посеву данной породы, нужно провести снегование. То есть, нужно, например, вы решили посеять килограмм семян, и нужно предварительно с осени эти семена положить в емкость и накрыть их сверху снегом. И таким образом, вот в течение одного-двух месяцев семена проведут под снегом, и потом уже пройдут такой период стратификации, и уже будут готовы к высеву. И когда вы их посеете в подготовленный субстрат, где у вас торф обязательно с песком, потому что ель, она предпочитает хорошо дренируемый субстрат, то есть легкая должна быть почва, то тогда у вас семена уже быстро довольно-таки взойдут, буквально через неделю, и еще для ели нужна такая особенность, то есть в теплицах устанавливать туманообразующие установки, потому что ель, как и впрочем, практически все хвойные, если мы говорим именно про темно-хвойные, то им нужна повышенная влажность воздуха. И вот даже проводились эксперименты, вот я в своей работе, когда именно писала магистрскую диссертацию, мы проводили эксперименты, но мы именно размножали голубую ель вегетативно, потому что тоже по генетическим особенностям, если мы собираем семена с голубой ели, то процент, что у нас получится сеянцы именно голубой ели, буквально 10-20%, а остальные получатся просто обычные зеленого цвета, поэтому чаще всего мы голубую ель размножаем вегетативно, для этого мы заготавливаем черенки до начала сокодвижения, это в наших условиях декабрь, январь месяц, и потом уже черенки мы высаживаем также в подготовленные контейнеры с подготовленным субстратом, и обязательно используем туманнообразующую установку, и тогда вот, кстати, после двух месяцев уже на наших сеянцах был обнаружен калус, то есть это зачатки корней, поэтому если вдруг вы решите на практике использовать, то есть применить данный способ размножения именно голубой ели, то нужно учитывать все эти особенности, так же как и для плодовых видов, для плодовых культур, тоже очень важно для каждого вида семян учитывать подготовку, если у нас семена, например, грецкого ореха, то обязательно они должны пройти скорификацию, то есть нужно повредить оболочку у данных семян, или абрикос, если мы хотим с вами размножать именно для подвоя, потому что, как вы знаете, плодовые культуры, если вы их будете выращивать из семени, то, например, яблоня, тот самый сорт вы не получите, то есть нужно обязательно провести прививку, и поэтому при выращивании подвоя абрикоса, чтобы у нас получился сортовой урюк впоследствии, сортовой абрикос, то мы с вами должны провести скорификацию, то есть повредить оболочку семени, для того, чтобы уже продрастание семян происходило довольно-таки быстро, иначе придется ждать, как в природе, природа вообще сеет осенью, и тогда мы с вами будем ждать до весны, пока у них оболочка естественным образом повредится. Далее переходим к агротехнике выращивания, то есть продолжаем агротехнику выращивания и в настоящее время разработаны и применены в производстве специальные поточные линии, то есть выращивание посредственного материала закрытой корневой системой, оно у нас полностью происходит механизировано, на которых наполнение емкости, посев семян и другие технологические операции выполняются механизировано, и вот как я уже упоминала выше, что внедряется механизированная поточная линия, которая разработана в Финляндии, она применяется к емкостям типа paper pot, то есть это емкости, контейнеры, я вам впоследствии покажу фотографии, они сделаны из картона, очень удобно их хранить и на данной именно механизированной системе очень можно удобно и большое количество произвести посадочного материала. Сначала данные бумажные емкости они растягиваются и образовавшийся блок с сотообразными ячейками закрепляется на специальных пластмассовых поддонах. Далее приготовленные блоки ставятся на контейнер для заполнения ячеек субстратом. Чаще всего, как я уже говорила, это сухой обогащенный торф. Обогащенный, то есть там имеется уже удобрение, набор удобрений, и мы знаем также, что основные удобрения у нас это фосфор, азот, калий, которые необходимы для выращивания остаточного материала закрытой корневой системы. Далее приготовленные блоки, они ставятся на контейнер, на конвейер, извините, для заполнения ячеек субстратом. Дальше с конвейера блоки поступают на вибрационный стол, где субстрат уплотняется. Затем на этой же линии блоки подаются на высевающее устройство, где опять же автоматически в каждую ячейку высевается одно калиброванное семя. Калиброванное семя – это семя, которое отобрано, которое соответствует всем параметрам качества, то есть оно не является слишком мелким, его оболочка не является поврежденной, то есть оно не подвержено и на нем не были развиты различные грибковые заболевания, оно не повреждено вредителями. Далее блоки передвигаются под бункер для заделки семян торфом. Готовые блоки транспортируют в теплицу или в склад на хранение. В теплице сеянцы выращиваются в течение 8 недель, а затем выставляются уже в открытый грунт. В процессе выращивания сеянцев в сотообразной ячейке под влиянием влаги расклеиваются, то есть отделяются друг от друга и можно уже легко производить извлечения. И вот здесь представлены на слайде как раз таки механизированная поточная линия paper pot, то есть вы видите вот тут они уже заполняются субстратом и очень удобны для хранения и удобны для выращивания отличного рода посадочного материала разных видов. Дальше саженцы закрытой корневой системой у нас выращиваются конечно в емкостях уже больших размеров чем сеянцы. В качестве их используют специально изготовленные торфоцеллюлозные горшочки с диаметром сверху от 8 до 11 сантиметров или перфорированные полиэтиленовые мешочки размером от 6 до 15 или 10 на 20 сантиметров применяют и другие типы и размеры емкости в качестве субстрата как мы уже с вами говорили чаще всего используют торф с перегнойной землей в соотношении 1 к 1 или 2 к 1 в наполненные субстратом емкости или одновременно с наполнением высаживают однолетние сеянцы после посадки саженцы переносятся в теплицу где их доращивают в течение полутора двух месяцев последние годы разработаны два новых вида посадочного материала закрытой корневой системы чаще всего эти виды посадочного материала закрытой корневой системы используются именно в лесокультурном производстве то есть в лесном хозяйстве это саженцы брика и брикет сущность технологии выращивания саженцев брика заключается в следующем вот как вы видите здесь на картинке что между двумя торфяными брикетами размером 50 на 15 на 160 или 100 на 15 на 160 миллиметров помещают корневую систему однолетнего сеянца сосны ели или других хвойных пород чаще всего у нас так выращиваются именно в условиях Казахстана основные лесообразующие породы из которых является сосна обыкновенная которая занимает большую часть наших лесов нашей территории если говорить именно про хвойные леса также ель ель тиньшанская ель шренка которая произрастает очень локально именно в горах которые расположены близ города Алматы это западный тиньшань это северный тиньшань это взаилийский Алатау на территории национального парка или Алатау если говорить про другие лесообразующие породы которые выращиваются такой системой то здесь у нас лиственница сибирская она также очень интересна вообще лиственница насколько вам известно первое единственное хвойное растение которое на зиму сбрасывает хвою поэтому она так и называется лиственница далее брикеты скрепляют перфорированный полиэтиленовой лентой и скатывают в рулоны по 50 штук в таком виде их пропитывают в ванне раствором минеральных удобрений и микроэлементов и выставляют на дораживание технологический процесс выращивания саженцев брика полностью механизирован то есть здесь уже у нас используется минимум ручного труда а полностью производится все автоматически в теплицах в специальных теплицах которые созданы практически в каждом государственном учреждении лесного хозяйства также практически в каждом питомнике если мы говорим с вами про питомники по выращиванию плодовых культур также у нас имеются теплицы где выращиваются посадочные материалы уже закрыты корневой системой далее технология выращивания саженцев брикет то есть если мы брика используем больше сеянцы то брикет используют больше уже меньше посадочных материал разработана данная технология в НИИ лесного хозяйства в Российской Федерации процесс брикетирования осуществляется на поточной механизированной линии и состоит из приготовления питательного субстрата тут также используется как вы обратили уже внимание смесь верхового и низинного торфа с добавлением обязательно минеральных удобрений извести и микроудобрений обязательно субстрат увлажняется и брикетируется и представляет собой этот процесс брикетирования своеобразную посадку одно-двух летних сеницах сосны и ели субстрат с последующим его уплотнением после брикетирования саженцы переносят в теплицу для доращивания и вот здесь представлены у нас саженцы или рассада петунии то есть это очень известное растение цветочное растение которое является летником то есть выращивается в течение одного вегетационного периода петуния очень часто используется для озеленения городов вот в Алматы например и в других городах Казахстана очень часто для озеленения используют петунию конечно выращивать ее вообще рассаду довольно-таки сложный процесс потому что петуния она нуждается в двух а то и трехкратной пикировки то есть сначала мы с вами ее высеваем в общую емкость потом как только появляется первый лист первый настоящий лист мы пикируем уже в более то есть увеличиваем площадь питания и пикируем в небольшие кассеты далее уже из кассет мы переносим в отдельные горшочки для того чтобы получилось опять же мы производим пикировку то есть удаляем центральный прищипываем центральный корень конечно полностью его не удаляем для того чтобы корневая система являлась более разветвленной и пересаживаем уже в горшочки увеличивая площадь питания и далее мы уже у нас в этих горшочках петуния зацветает и мы можем реализовать рассаду петунии и уже в дальнейшем ее высаживать либо в контейнеры либо в различного рода вазоны или на различного рода клумбы цветники в миксбордерах также она очень красиво смотрится в рабатках петуния конечно и еще наверное я думаю вы знаете такую особенность у петунии и вообще в целом у многих как цветочных так и овощных культур это гибридизация то есть выращивают специальные гибриды F1 и если вы у выращенных таких гибридов соберете семена на следующий год сами постараетесь их высеять то конечно уже таких красивых махровых цветов не получится потому что производители они специально делают такие гибриды чтобы мы с вами покупали каждый год семена такой вот красивой махровой разноцветной петунии или же это будут бархатцы или же те же самые огурцы например которые являются очень маленьких размеров когда вы покупаете именно гибрид F1 а если мы уже соберем с вами семена то либо у них проращивание то есть они будут практически пустыми или вообще данные виды гибрида F1 они не образуют семян что даже мы если захотим с вами мы семена там не соберем или же в результате получится то что как бы далеко от картинки поэтому здесь производители об этом позаботились с помощью генетики и селекции чтобы на самом деле каждый год огромное количество семян оно было реализовано и дальше мы с вами поговорим все-таки о достоинствах и недостатках посадочного материала закрытой корневой системы и конечно здесь масса достоинств то что такой материал он имеет более высокую приживаемость но мы с вами как специалисты когда например мы приобретаем тот же самый саженец сортовой яблони нам нужно с вами обращать внимание на самом деле этот саженец он был выращен от начала то есть от семечка закрытой корневой системой или же производитель просто взял выкопал у себя где-то на огороде то есть этот саженец он был выращен с открытой корневой системой он просто поместил его в какую-то емкость и теперь продает его как посадочный материал закрытой корневой системы и как мы с вами знаем что стоимость обычного посадочного материала закрытой корневой системы она в разы выше потому что производители они прям убеждают что будет стопроцентная приживаемость поэтому здесь конечно с помощью нехитрых способов мы с вами можем обнаружить в чем разница то есть когда мы с вами смотрим на сам ком если этот саженец он был изначально выращен закрытой корневой системой то не так-то просто будет его из данного контейнера вытащить то есть если вы даже чуть-чуть его попытаетесь потянуть прям не полностью конечно чтобы вырвать то тот который был с открытой корневой системой он прям видно будет он будет отходить от этого субстрата в котором он находится а если он был выращен с закрытой корневой системой то есть весь контейнер он будет заполнен корнями и уже если вы попытаетесь его вытащить вы увидите что там находятся корни то есть весь этот торф он заполнен корнями и это основное отличие для того чтобы нам с вами определить что на самом деле этот саженец который мы с вами приобретаем был выращен закрытой корневой системой конечно же этот посадочный материал имеет большую устойчивость на площадях именно с экстремальными лесорастительными условиями к примеру вы хотите создать яблоневый сад на площади на участке где площадь не является где почва не является плодородной то если вы высадите посадочный материал с открытой корневой системы то есть с оголенными корнями то приживаемость составит конечно ну процентов 20-30 то есть даже до 50 не дойдет а если мы высаживаем с вами материал с закрытой корневой системы то есть у него уже есть свое питание он уже более устойчив он более сильный то конечно он приживется но в любом случае почву нам с вами нужно будет обязательно выносить удобрения и также еще плюсы у посадочного материала с закрытой корневой системой то есть в контейнерах в горшках то что мы можем уже с вами его выращивать на лесокультурную площадь или при создании садов в любое время года ну то есть конечно не в зимний период хотя если мы с вами хотим на участке создать уже так скажем участок леса и мы используем крупномерный посадочный материал именно хвойных пород то хвойные лучше всего высаживать в зимнее время до начала сокодвижения но опять же нужно смотреть чтобы хвойные у них был правильно сформирован ком потому что в зимнее время мы с вами большие деревья вряд ли найдем именно высокие я тут имею ввиду высоту более 3 метров вряд ли мы найдем их с вами в контейнерах а если это будет с открытой корневой системой то обязательно на питомниках нам нужно убедиться чтобы ком у нас был очень правильно сформирован то есть размер кома он должен быть такой же как по ширине размер кроны и вы знаете что у лиственных видов деревьев корневая система она более большая у хвойных она имеет размеры поменьше и она чаще всего поверхностная однако посадочный материал закрытой корневой системы имеет существенный недостаток у сенецов которые выращены в малообъемных непроницаемых или слабо проницаемых оболочках происходит деформирование корней которое сохраняется и после посадки на постоянную площадь и у саженцев высаженных скомом плодородного субстрата на менее плодородную почву о чем мы с вами и говорили наблюдается хемотропизм корней то есть корни могут просто отмирать и все это может отрицательно сказаться на общем развитии растений и их продуктивности поэтому нам с вами как специалистам обязательно нужно учитывать все особенности выращивания посадочного материала закрытой корневой системой и в зависимости от того что мы с вами создаем или же это фруктовый плодовый сад или же мы хотим с вами выращивать овощные культуры или цветочные культуры или же выращивать посадочный материал древесных пород для озеленения или для лесного хозяйства или кустарники то есть обязательно нужно учитывать каждую то есть особенность каждого вида каждого вида растительного материала посадочного материала который мы с вами выращиваем и здесь дальше это мы для студентов обычно для получения обратной связи задаем подобного рода вопросы для самоконтроля и уже таким образом мы проверяем что есть насколько студенты у нас усвоили данный материал то есть вот тут такие вопросы что какие виды посадочного материала вы знаете что представляет собой выращивание посадочного материала закрытой корневой системы какие преимущества какие недостатки у данной технологии какие типы емкости и субстрата применяются для данной технологии и что представляет собой автоматизированные технологии по выращиванию посадочного материала закрытой корневой системы Далее, конечно, мы предоставляем список использованных источников. И я благодарю вас за внимание. Здесь есть мои контакты. Если у вас появятся вопросы, то, пожалуйста, я буду рада на них ответить. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое, Юлия Сергеевна. Я думаю, нашим слушателям была интересна такая тема. Может, есть у кого-то вопросы? Вот у нас слушатели. Может, у них есть вопросы? У меня такой вопрос, Юлия Сергеевна. Вы сейчас рассказали про выращивание закрытой корневой системы. Как вы на занятиях это все показываете? Спасибо большое за вопрос. Да, у нас на территории университета имеются как раз-таки теплицы. Имеется инновационная теплица, где мы выращиваем непосредственно как овощные культуры, так и зелень на гидропонике и закрытой корневой системы. Также у нас имеется теплица, где мы выращиваем комнатные растения, горшечные растения. И там уже в процессе, например, когда у нас подходят сроки посева, то студенты на практических занятиях прям сами высевают семена либо цветочных культур, или могут быть это различного рода древесные растения. Уже в подготовленные емкости, подготовленный субстрат, то есть они тоже сами готовят субстрат, сами готовят емкости. Далее, когда происходит уже всхожесть у данных растений, то студенты производят у нас пикировку растений. И далее, когда они приходят, производят поливы, производят внесение удобрений. И когда уже это буквально в мае, у нас производится озеленение территории. То есть мы облагораживаем территорию университета различными цветочными растениями. И уже студенты у нас тоже участвуют в этом процессе. То есть растения цветочные, которые выращены ими самими, они же и выращивают, высаживают в контейнеры, в клумбы, в цветники на территории нашего университета. И вот таким образом мы практически закрепляем данные занятия. У меня тоже возник вопрос. Можно, да, задать? У нас еще и время нет. Вы прямо опередили, Юлия Сергеевна, мой вопрос. Ранее ответили. Но у меня вот последующий возник. Я бы хотела спросить, вот этот посадочный материал, который выращивают сами студенты, вы их продаете, коммерциализируете, как им будет этот объем посадочного материала? И есть ли у вас заказы от каких-нибудь крестьянских хозяйств или частных? Спасибо большое за вопрос. Мы, как я уже говорила, выращенный посадочный материал, мы его используем именно для целей озеленения нашей территории университета. Также у нас есть, конечно, заключенные договоры как с питомниками, которые выращивают декоративный посадочный материал, так и с питомниками, которые выращивают посадочный материал для лесокультурного производства. И там уже наши студенты проходят непосредственно производственную практику. И мы тоже, если объем сеянцев у нас довольно-таки большой, то мы можем реализовать данный посадочный материал уже в питомнике. Где дальше уже питомники, непосредственно сотрудничая с государственными учреждениями по лесному хозяйству или с компаниями по озеленению, уже используют этот материал для озеленения городов или для создания лесных культур. Спасибо большое, Юлия Сергеевна. Я думаю, Ваша лекция была интересной и полезной для наших слушателей. И, конечно, у нас время ограниченное. На каждую лекцию мы только выделяем 50 минут. А остальные, если у слушателей появятся вопросы, я Вашу лекцию загружу на своем YouTube-канале. И вот, то есть, вы, слушатели, еще вот это будет открытым доступом, если у кого-то появятся вопросы, они могут задавать вам прямо вот на YouTube-канале, и вы можете там ответить. Спасибо всем слушателям, всем тем, которые участвовали во время данной лекции, за участие, за внимание. Спасибо большое, Юлия Сергеевне, за хорошую лекцию. Я думаю, мы сейчас через 10 минут обратно подключаемся. И поэтому, уважаемые слушатели, до встречи через 10 минут, пока мы завершаем нашу лекцию. Спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.